Девушки отдыхают Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже, Благодарим Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь, Господи Иисусе Христе, Сыне и Боже, благослови наши занятия, просвети нас Духом Твоем Святым. Какой сегодня праздник у нас? Рождество Чео Христово. Так, сколько лет прошло после Рождества Престола? Две тысячи. Тысячи? Сколько? Двадцать три. Две тысячи двадцать три года. Две года, да? Говорят, там еще где-то четыре года потеряно было. Сейчас мы с вами прочитаем об этом событии. Писелку споем в конце. Давай, подержаем. Так. Кто что может рассказать об этом празднике? Поднимаем и рассказываем. Иисус 142. Рассказаны? Рассказаны. И Дева Мария. Там была перепись. И Дева Мария с Иосифом поехали. Мы приехали. Мы приехали. Мы приехали на Иосифе. И Дева Мария, она учила. И они приехали. У них не было места, где ночевать. И гостиницы были переполнены. И им указали место в пещере, где скот был. И они пришли туда и положили владельца в ясли. Сначала родили, наверное. Потом уже положили. Давайте прочитаем. Через 6 месяцев после того, как ангел Гавриил предстал перед Захарией, он явился молодой женщине по имени Мария. Мы скажем, девушки атаковицы еще. Ангел рассказал Марии, что у нее будет сын, которого следует назвать Иисусом. Лука 1.34. Как это может быть, спросила Мария, ведь я еще не замужем. Ангел ответил. Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит сила Всевышнего. Поэтому ребенок, который родится у тебя, будет свят. Он будет зваться сыном Божиим. Кесарь Август издал указ о том, что по всей Римской империи должна быть проведена перепись населения. Так как Иосиф принадлежал семье Давида, он с Марией отправился в Вифлеем зарегистрироваться там. Лука 2.6. В Вифлееме у Марии подошло время родов, и она родила своего первенца. Запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. Неподалеку на поле были пастухи, которые стерегли ночью свое стадо. Вдруг перед ними предстал Архангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им, «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу». Всему миру там было вроде. «Сегодня в городе Давидовом родился ваш Спаситель, Христос Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца, запеленатого, лежащего в кормушке, яслих. И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее. «Слава Богу, вышине небес!» Как мы поем? «Слава, вышине Богу, вышине Богу на земле!» А на земле мир людям, которым он благоволит. Когда ангелы ушли от них на небеса, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о чем это нам объявил Господь». Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в кормушке для скота. Когда они его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом младенце. Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов, а Мария все запоминала и размышляла об этом. Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Все оказалось точно так, как им было и сказано. Ну а дальше идет уже обрезание и крещение. Это мы будем в следующий раз с вами. Может быть, споем песни наши христианские какие-нибудь. Давайте вчера, которые пели, споем для детишек. Всех поздравим по всему миру. Вставайте, спойте. Священный праздник Рождества. Снова снег идет, на дворе зима. Снижен отстроенный хоровод. К нам с небес плывет, в храм идти зовет. Две тысячи уже лет прошло с тех пор, Как небесный хор песнь пастухам ту возвещал, Что Отец с небес сына в мир послал. О, славный город Вифлеем, В пещере дам рожден, Нам спаситель всем. Пречистой девы светлый лик Над младенцем в ней К яселькам приник. С востока мудрые волхвы Господу пришли, Принесли дары. Так принесем Христу Веру и любовь, Славу и хвалу. Пусть засияет навсегда, И у нас в сердцах звезда Рождества, Все изгоняя греха тьму, Приведет и нас навсегда к нему, Приведет и нас навсегда к Христу, Навсегда к Христу. С Рождеством Христовым всех. В истину. Ну что, пойдемте, Служба короткая, Прославим Господа, Тропови будем. Слава тебе, Господи, За все, благодарим тебя. Слава тебе, Господи. Дней Давид исполняется божественной, Иосиф же хваленье с Иаковом приносит, Венец Бог с Рождеством Христовым приемший, Радуется и неизреченно на земле Рожьегося воспевают, И вопиют щедрее спасать.